Человек это био-психо-социально-духовное существо. Просто при телесном ощущении, при обнимашках в этом контакте вырабатывается окситоцин. Будет затишье. Ну, как минимум до Рождества. Какие-то ограничения будут, да. Досидит или нет, да или нет. Закулисная договоренность перераспределения информационных потоков как влияние на действующий режим. О, как закрутил. Я сам спросил и не понял о чем. Всем привет, меня зовут Юра Третьяко, это People Live, программа, которая стоит вашего времени на YouTube. И у нас сегодня в гостях Юрий Алексеевич Миров, гуру астрологии. Добрый день. Приветствую всех. Здравствуйте. Юрий Алексеевич, сегодня традиционно поговорим о прашне, о предсказательной технике. Посмотрим на событийный ряд, затронем и переговоры Зеленского с Путиным, и какие последствия будут, и что там с Белоруссией, с ядерным оружием, и что там на границе объявили. Вроде как Украина предложила такое новогоднее рождественское перемирие, ну и так далее. Много новостей, но перед этим. Вот задумались о том, что каждый раз, когда мы смотрим новостную ленту, или, не дай бог, новости, или еще какая-то история, это очень сильно влияет на наше настроение. И поговаривают, вот какое настроение, такая судьба у человека. И можно ли действительно через настроение, через информационный ряд влиять на судьбы людей? Вот это очень интересно. И если да, тогда появляется очень много вопросов и к новостейщикам, и к власти, и к тем людям, которые реально имеют влияние. Но перед этим давайте вообще в целом дадим оценку, что такое настроение. Юрий Алексеевич, по древним текстам, трактатам вы больше знаете. Расскажите, что такое настроение? Юр, в древних трактатах ничего не говорится, потому что там у всех было, наверное, хорошее настроение. Люди с богом жили. Ну, совсем давно. А если брать психологию, это настроение – это фоновые эмоции. Она не яркая, она просто фоновая. Она бывает положительной или отрицательной валютностью. Или хорошее настроение, или плохое, если, грубо говоря. Примерно так. А вот если говорить о постоянной такой... Да, оно есть постоянное. И настроение на постоянные эмоции, фоновые. Она не то, что всплывает с песками, это аффекты, есть чувства и так далее. А это просто фоновые эмоции. Там хорошее настроение, или плохое, грустное. Вот я замечал такую историю, когда не смотришь там интернет, ленту, новости, телевизор и так далее. Ты пребываешь в каком-то настроении, в каком-то состоянии. Но как только начинаешь присоседиваться к этим каким-то информационным эгрегорам, тут же все совершенно меняется. Идет либо под откос, либо вверх. У каждого своя история. Скажите, есть ли методы, как на это можно воздействовать, влиять, какие-то простые рекомендации, которые можно применять каждый день? Можно, конечно. То есть, ну, во-первых, нужно иметь опору на себя. Не зависеть от внешних вещей, в особенности от интернета. Помните, еще профессор Преображенский говорил, не читайте на ночь советские газеты. Сейчас не читайте на ночь интернет. И с утра тоже не читайте. И днем не читайте. Чтобы не расстраиваться. Потому что там идет гипнотическое влияние на уровень наших чувств. То есть, просто вот хорошая реклама, продуманная по НЛП, там по всяким разным. То есть, они просто впихивают в нас ту информацию, и самое главное, те эмоции, которые или делают, а как правило, портят нашу жизнь. То есть, да, создают проблему на пустом месте, где их может быть и нет. И есть разные вещи. То есть, если брать чисто психофизиологию, то счастье, всякое разное, и настроение в частности, связано с гормонами, такими как серотонин, эндорфин, там, окситоцин гормонов. Поэтому есть простые всякие штуки, которые могут поднять настроение. Ну, первое, самое такое простое, это вкусно что-нибудь поесть. Только лучше не это сладкое, потому что сладкое, это такое типа наркотика идет. Но что-то вкусненькое можно поесть, в особенности кураги или изюма, или кураги или черносливы и творога. Поднимает настроение. Следующий классный метод – это обнимашки. То есть, да, обнимашки с любимым человеком в особенности. Если нет, то хотя бы мягкую игрушку с ней обнимашки, то будет хорошо. Если есть доверительное отношение, то, понятно, интимное отношение тоже будет частью этого. Они поднимают уровень гормона любви. Домашние животные, то есть, начиная, ну, ипотерапией, все знают, просто кошка, собачка тоже. Если нельзя, то, ну, хотя бы мягкую игрушку. За цветком будет, кажется. Если вы что-то делаете для кого-то с любовью, это поднимает общий уровень вашей счастья. Что еще можно порекомендовать такого? А сейчас человек – это био-психо-социально-духовное существо. Поэтому есть разные варианты. Вот. Если, то есть, удовлетворение доставляет, ну, вот, деятельность просто, которая по природе. Помните, Стив Джо говорил, занимайтесь любимым делом, и вам не придется работать. Вот прям про это. И если у человека какой-то комплекс неполноценности, то ему поможет в этом медитация, вот типа буддийской такой. То есть, если кому интересно, мой сын – профессиональный, персональный тренер медитации. Обращайтесь, скину контакты. Это, в действительности, оно вырабатывает гормон дофамина. Появляется бодрость, мотивация, хочется что-то делать. То есть, жить хочется. Потому что что как-то бывает? Помните школа? Вставать неохота, потому что таскать зеленые. Эти училки, все эти дневники и все прочее. А если что-то интересное, то прям сам вскакиваешь без будильника. Хочется жить, интересно жить. Поэтому вот очень важная вещь для счастья и настроения хорошего – заниматься любимым делом. А помогает в этом, если недостает мотивации или есть комплексы какие-то, то медитация. Что еще? Так. Есть самые главные… А, то есть, простые методы. Осанка, улыбка. То есть, на самом деле, поскольку организм – это кибернетическая система, то если мы начинаем вести себя, мы расправляемся, то поднимается уровень серотонина. Это тоже дает нам импульс к действию, бодрость дает. А если мы сгабливаемся, просто чисто физиологически этот уровень падает, и у нас появляется депрессия из ниоткуда. Я не буду сейчас говорить, а, вот важно, высыпаться. Просто периодически забивать на все и просто дрыхнуть сутки или еще как-то. Просто валяться и ничего не делать. Это тоже важно. Сон – важная вещь, потому что если вдруг у кого бессонница, то обратитесь лучше к терапевту. Вам пускай выпишут феназепам, хотя бы чуть-чуть немножко поспать, организм восстановится. Это все такие вещи, ну, такие на коленке тоже говорится. И, наверное, самое главное – это то счастье, иметь источник настроения внутри. Это связь с Богом. То есть, да, это связь с духовным учителем. Я просто помню, когда я становился духовным учителем, я просто расплываюсь в улыбке. То есть, да, или какой-то близкий человек. Ну, у кого-то могут сложности с отцом и матерью, но гуру может иметь все. То есть, да, это самый, ну, человек, я просто своего гуру вспоминаю, это, ну, я просто расплываюсь в улыбке сам. Это то, что я стараюсь дать своим очкам, как сам уже гуру. Ну, вот такие вещи. Поэтому и связь с Богом, конечно, то, что это фоновое, постоянно хорошее настроение. Знаете, как океан, он в целом все фоново хорошо, хотя на нем бывают волны, даже цунами бывают. Но он непоколебим, океан, в этом внутреннем счастье. Это связь с Богом, конечно. Потрясающе. Ну, я надеюсь, хоть какие-то из ваших рекомендаций можно применять. Они все практически, они все научно обоснованные. Я просто не хочу заморачивать всех, это нейропсихология всякая, но они реально научно обоснованные. Ну, вот вы сказали про вкусненькое покушать и про нейромедиатора. Мы ведь знаем, что источник определенных строительных материалов для нейромедиатора мы получаем из еды. И поэтому, если еда неполноценна, то, соответственно, человек не может быть счастливым. И вот интересный факт. Мы когда и с вами, и в целом изучали астрологию, мы смотрели, например, на второй дом. Это же в том числе и питание, правда ведь? Да. А с другой стороны, это и ресурсы. С другой стороны, и работа отчасти может быть. И семья. Вот семья, где себя любят, родительская семья, мать. Ну, в идеале, не у всех такие счастливые субики, к сожалению, но в целом да. И если нет, то вот гуру это тот, кого может иметь каждый. То есть да, было бы желание. Интересный факт, что второй дом в астрологии находится напротив восьмого. Восьмой дом смерти. А напротив него дом пищи, второй, например. Дом стресса. Не просто смерти, а стресса в целом. И смерти в частности. Да, и стресса, и смерти, и всего потустороннего, тайного и так далее. И вот оказывается, что усиливая второй дом и правильно подходя к своему питанию, в частности, мы продлеваем себе жизнь. В особенности для мужчин. Вот мужчина в целом, среднестатистически он злой, если голодный. Поел и сразу же другой человек. Я про себя точно говорю. Это совершенно верно. Давайте перейдем к нашим традиционным таким ответам на вопросы, потому что вопросов скопилось достаточно много. Часть из них очень банальные и глупые, но вот спрашивают, значит будем задавать. Знаете, зрители хотят, ну давайте попробуем. Первый проверочный вопрос. Дадут ли все-таки Беларуси ядерное оружие? Просто и со вкусом. Смотрим. Не дадут. Не дадут. Ну и хорошо. А тут вот на днях сказали эксперты, скажем так, уже не в кулуарах, а уже прямо даже на камеру сказали о возможной физической ликвидации Лукашенко. Возможно ли такое? Нет, невозможно. Невозможно. Хорошо, слава богу. Дай бог здоровья, счастья и любви. Ну, просто такая риторика появилась, надо что-нибудь перепроверить. Полуторачасовые переговоры Зеленского и Байдена действительно ли повлияют в лучшую сторону с ситуацией на Донбассе? Либо это не более чем болтовня и потеря времени? Ну, может и не болтовня, но звезды говорят, что не повлияет. То есть, встретились, поговорили и опять ничего не произошло. Вот так, да? Интересно. Зачистки в разных секторах госорганов вроде как начинаются в Украине и начнут с силовых ведомств. Ну, так поговаривают, не знаю, правда ли. Давайте посмотрим, действительно ли силовиков начнут перепроверять и зачищать. Похоже, что правда. Похоже, правда. Так и зачистка будет. По кулуарной информации впереди еще железные дороги. Впереди... Кстати, вот вопрос. В связи с этой новостью, что на Закарпатье главой будет бывший сотрудник службы безопасности. Можем ли мы в стране ожидать в целом такой же сценарий, как и может быть в России, когда силовики действительно удерживают вертикаль власти? Ну, я имею в виду, они-то понятно, что и так удерживают. Я имею в виду, что они уже начинают занимать должности. Фифти-фифти. То есть, такое средненькое. Ну, фифти-фифти ответ вообще, короче. А вот во Франции построили первый катер для охраны украинских морских границ. И это в преддверии встречи французского президента и украинского президента. И вот, кстати, интересный вопрос. Как-то так непонятно почему. Но как-то так интересно получается, что Франция вроде бы как топит за Украину. Вот поддерживает. Вот риторика такая идет. Видите, вот сейчас тут катер дадут нам. Ну, то есть, почему Франция вот непонятно? Как так складывается? И действительно ли Франция будет той самой державой, которая станет спиной к спине с Украиной в борьбе против российского агрессора? Да нет, не станет. Не станет, да? Опять очковтирательство. Ну, катер подарили, то хорошо. Катер подарили. Ну, подарили и дали покататься разную вещь. Я просто, знаете, о чем подумал? Ну, смотрите. Ну, Франция что-то противопоставить может ли? Франция достаточно далеко от границ Украины. Рядышком Румыния. Ну, тоже так себе, да? Рядышком Венгрия, которая сама смотрит на приграничные территории и там не прочь-то полакомиться. Рядом Польша, которая ну так себе тоже союзник, которая сама думает, половину бы земель-то отжать. Поэтому на самом деле... А там еще Турция есть с другой стороны. Тоже еще так тебе, друг. Я не знаю прав в политике, но Турция там тоже есть. Турция тоже есть, да. Ну, она далековато за морем, вот поэтому тоже как-то так интересно. Но вот сразу вопрос. Не знаю, знаете вы или нет, но уже потихоньку начинает сокращать вот этот период вакцинации до 7 месяцев. Что придется это делать чаще и чаще. Будет ли такая тенденция? Либо это просто нагнетание и совсем скоро мы вообще забудем, что это такое. Тенденция сохранится какое-то время еще. Напомню, Даня сократит срок действия сертификатов до 7 месяцев. И чтобы его продлить, нужно будет опять идти и подставлять, так сказать, плечо. Назовем это так. Это мои обнимашки. Кот. Класс. Самый большой у нас в семье. Любимец. Мягкий, классный. Можно его снять тоже. Его обязательно нужно снять. Юрий Алексеевич, вот вы как раз рассказывали, что обнимашки, знаете, Freehawks еще был такой тест-эксперимент в Америке, когда человеку нужно в день несколько раз кого-то обнять. Кого-то родного, близкого. Семью, любимого человека и так далее. Но есть ли заменители? Я вот не просто так спрашиваю. Вы вот с подушкой сидите, с котом. Есть. Смотрите, вещь какая. Смотри, одна из вещей – это легкий массаж. То есть он напоминает вот те ощущения от матери, которые были в детстве. Это куча окситоцина. То есть, да, материнская любовь. Поэтому вот это аналог легкого массажа. То есть, когда он по спинке погладит, по головке, будет приятно. Это вы дорабатывает. И вот такая игрушка – это то же самое. Такой же механизм работает. Ага. А тем временем… Вот мне, кстати, интересно было. Действительно, можно ли заменять это? И если да, какие вы можете посоветовать заменители? Ну, например, кто-то заводит кота, а кто-то ходит на массаж к массажисту. Вот чем заменять лучше? Ну, массаж бывает разный. Массаж, который легкий массаж, просто кто-то… Ну, человек тебе даже ребенок может повыть, то будет хорошо. Смотрите, механизм такой, что просто при телесном ощущении, при обнимашках, вот этом контакте, вырабатывается окситоцин. И это напоминает, есть связь нейроны с вот этими детскими, всеми младенческими историями, когда и любовь материнская, и все такое прочее. Поэтому любая вещь приятная, и любая забота, то есть, да, как она зеркалит тоже. То есть, если мы даже можем писать растение комнатное, да, но лучше вырастить само, потому что мы его будем любить, и когда мы что-то отдаем, мы тоже получаем этот гормон окситоцина. Который генерирует этот гормон любви, гормон счастья. А тем временем Украина предложила, я правда не знаю, как правильно сказать, на зоне конфликта, да, ну, вообще это звучало как Россия. Украинская сторона предложила России такое рождественское новогоднее перемирие. Действительно ли состоится оно, примут ли условия и будет затишье? Ну, как минимум до Рождества. Да, должна быть. Провокационный вопрос прозвучал в администрации президента России, напрямую спросили господина Путина, действительно ли Россия собирается напасть на Украину. Сказал ли правду, президент? А что он там сказал-то, я не знаю. Наверное, сказал, что нет, я думаю. Что он еще может сказать? Давайте бы он сказал и лил правду. Что бы то ни было, что он еще скажет? Сейчас посмотрим. Я вам процитирую, что он сказал. Ну, сказал правду. Вообще, тихонечку, да, сказал правду. Он сказал, что этот вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право обеспечивать свою безопасность. Я не думаю, что тут своих проблем хватает еще. Никому это не выгодно. Я думаю, что России это тоже невыгодно. Здравые смыслы были. Тут никто это не поддержит, в любом случае, никакую агрессию. Половина родственников в Украине, у меня куча родственников в Киеве, куча друзей в Киеве. То есть политики там что-то делают между собой, но все остались на уровне любоистых людей. Ну, давайте я процитирую. Этот вопрос провокационный ответил Путин. Ответ нет на его случае. Вернее, ответ да. То есть он ответил, ну, тут правильно. Ответил правильно. Но просто такой у него ответ был размытый. Но, короче, он сказал так. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной, более отдаленной перспективе. И мы это уже обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, то есть Байдена. Поэтому, в принципе, ну, тут все, в принципе, понятно, что там речь о расширении НАТО, и поэтому, конечно же, они просто пытаются не столько против Украины, сколько против мировой общественности партнеров, ну, скажем так. Окей, хорошо. Так, в преддверии всех этих событий у нас впереди Новый год. И Новый год может быть действительно праздничным, а может быть омраченным. Чем, ну, мы сами знаем, чем, вот этим волшебством и колдовством. Пока что вроде не началось, но нужно понимать, что на улице плюсовая температура, у нас пока тепло здесь. Поэтому пока ничего вроде бы как, и мы знаем, да, по исследованиям таким фундаментальным, суммарно такой общий фон иммунитета у людей пока высокий, пока тепловой режим достаточно высокий. Но когда стрелки термометров упадут ниже, там, 5-10 или, там, 20 градусов мороза, то тут все может кардинально измениться. Так вот, подпортит ли погодные условия нам новогодние праздники, снизится ли иммунитет, следующий вопрос, и, или будет все действительно по-праздничному. Ну, чуть-чуть подпортит, то есть не то, чтобы они пантеточку какую-нибудь фигню ведут. Ограничения. Какие-то ограничения будут, да. Блин, я так и думал. Не говори. У нас тоже, вон, все позакрывали на новогодние каникулы. Тем временем прилетают новости из Китая, и там очередной раз, уже не в первый раз, да, объявили о банкротстве девелоперской компании Evergrande, и аналитики сразу начали бить тревогу о том, что будут падать рынки, что все-таки это тот самый вот предвестник апокалипсиса, который прилетит из Китая, начнут всыпаться там рынки, фондовый рынок посыпется в Китае, он затронет мировые рынки, и таким образом начнется глобальная мировая катастрофа финансовая. Ну, вчера объявили, сегодня пока вроде еще ничего не произошло. Давайте посмотрим, действительно ли это оно. 50-50 говорит. 50 на 50, да? Ну, то есть, что-то такое, но не прямо шрам, такое нечто среднее. Ну, рынки пока что сильно не отреагировали, никаких падений не было, и, ну, по крайней мере, обычно там, если бы там что-то действительно такое, вау, то, конечно же, было бы сильное снижение за один день, но пока за одну торговую сессию ничего не произошло. Ну, вот подписчики спрашивают, на днях было сильное падение биткоина, а люди повкладывали туда деньги, как в МММ. Вопрос. Будет ли падение биткоина? Продолжение падения биткоина? Я бы на этот ответ не полагался. А? Я бы на этот ответ не полагался. Я, конечно, посмотрю. Ну, а что нет? Проверим. Проверим. Время покажет. Будет ли продолжать падать биткоин? Вот. Вот такой вопрос. Пишет, что будет. Будет. Хорошо. Просто я объясню. Люди-то спрашивают, людям интересно. А мы что? В любом случае, просто вот все эти штуки, вот серьезные вложения, лучше на такие вещи не надеяться. Потому что это вопрос интуиции. И тут дело такое. То есть, я не святой на 100%, чтобы это все работало. Если по мелочам не проблема, но просто основываться на каких-то астрологах, я постерюкся. Просто как астролог с 30-летним стажем. Ну, послушайте, Юрий Алексеевич. Ну, все-таки аналитику. Но она ответила... Юрий Алексеевич, простите, но до этого аналитики все в один голос кричали, что будет рост. И потом минус 40%. Понимаете? Поэтому, извините, но там и аналитики все ошиблись. Я понял. Ну, хорошо. Она говорит, что будет продолжаться тенденция. Поэтому я вас уверяю. Возможно, вы будете более точны, чем ряд аналитиков, которые очередной раз ошиблись. Мне иногда кажется, что аналитики специально говорят наоборот. Для того, чтобы всех загнать в убытки. Потому что чьи-то убытки – это чей-то заработок. Потому что по закону деньги на фоновом рынке перетекают из одного кармана в другой. Ладно, поехали дальше. Окей, хорошо. Опять заговорили о том, что может не досидеть Зеленский до окончания своего срока. Давайте посмотрим, досидит или нет, да или нет. Ну, тип-тип, да. То есть, что средненькое такое? Она не 50-50 выдает ответ. Тут есть ответ реальный 50-50. Когда 3-11 позиция идет, то оно такое непонятно. То есть, не без непредвиденных обстоятельств, не без проблем, да? То есть, что-то, скорее всего, досидит, но что-то такое будет все-таки хреновее ему. Предпосылка этого вопроса была такова, что там и «Украинская правда», и там расследователи, журналисты, и все, в общем, в один голос говорят о том, что была некая тайная встреча, на которой решался вопрос, как быть с Зеленским. Организатором был Ахметов, олигарх, и там были и Гордон. А предпосылка была якобы собраться день рождения Савика Шустера. Ну, в общем, там понятно, все говорят, что хотят, каждому что-то выгодно, что-то интересно. Как на самом деле знают только, наверное, участники дня рождения. Но так или иначе, давайте посмотрим, действительно ли эта встреча была закулисная договоренность перераспределения информационных потоков как влияние на действующий режим. О, как закрутил. Правда, ничего не понял, но посмотрю. Я сам спросил и не понял, о чем. Но прикол интернета, можно отмотать, пересмотреть еще раз вопрос. Так. Так, ответ нет. Ответ нет. Правда, на что я так и не понял. Короче, я очень завуалированно спрашивал о том, что действительно ли просто вот то, что у Шустера день рождения, это была причина собрать всех вместе воедино. Типа заговор всеукраинского правительства. Ну, не совсем правительство. Понимаете, там были публичные люди, которые влияют на массы информационные. Там был и Гордон, там был и Комаровский. Ну, много кто был. Ну, и Шустер. И многие другие, да. И вот они собрались и там решили, что... Ну, конечно, там были не все, насколько я понимаю, да. Ну, прям не все-все. Но говорят, что Аваков был и... Это такого ранга люди, поэтому это уже о многом говорит. Ну, да ладно. Аваков это голова, как сказал Бафунт. Аваков это... Ну, понятно. Фигура. Ого-го. Но, опять-таки, тут вы знаете как? Обычно история только сможет расставить на места значимость того или иного человека, государственного правителя и так далее. Вот. Поэтому в моменте сложно вообще давать какую-либо оценку кому-либо. В том числе и Зеленскому, и Авакову, и Ахметову, и всем остальным. Поэтому время все поставят на свои места, все расставят, и мы лишь будем пристально за этим наблюдать. А вот интересный вопросик. Тут денег решили раздать людям в тех либо иных формах. Ну, например, на авиабилеты МАО могут по тысяче гривен, да, за то, что человек себе все-таки пойдет и, ну, короче говоря, вот этот вот план покорения масс шприцами будет ускорен. Назовем его так. Так вот, сработает ли эта программа, во-первых, и действительно ли мы, ну, как мы, люди получат хоть что-нибудь от этого финансового? Смотрим. Я представляю, как сейчас люди, которые уже прошли эту всю эпопею, говорят, блин, подождали бы еще полгода, пошли бы хоть какие-то деньги получили. А так... А первые люди, напомню, у меня есть знакомый, который заплатил 3000 долларов за то, чтобы быть в первых рядах, чтобы... Что-то получат. Получат, да? То есть реально выдадут. Да. Я просто за что переживал, что опять распилят, 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 ничего не останется и как бы все. И до свидания. Нет, 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 нет. Окей, 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 окей. Хорошо. Окей. Евросоюз по-прежнему рассматривает каждые две недели, какой список стран может беспрепятственно пересекать границы и где-то находиться. Но Украина, мы знаем, пока что там даже была такая риторика, что вы доиграетесь, мы вас вообще закроем. Вот такая риторика была. Поэтому, действительно, улучшится ли ситуация, попадем ли мы в зеленый список и позволят ли нам беспрепятственно путешествовать не только по Европе, но и в Америку? Господи, вот я сказал так, знаете, и такое впечатление сложилось, что как будто бы мы там, ну не то, что уже там третьего сорта, уже четвертого сорта, то есть нам даже ездить нельзя. Ну вот примерно так это уже начинает. Еще можно, но не без... Ну, говорит, что нет. Ну, не так все плохо. Крайний вопрос. Поговаривают, что именно сейчас Путин удостоверился в том, что Америка без зуба. Вот именно при Байдене, при Джозефе Байдене сейчас у него руки развязаны и он может делать все, что он хочет, все, что он посчитает нужным. Так ли это? Похоже, что да. Скажите, а все-таки это будет предпосылкой к тому, что Путин будет неконтролируем и неуправляем и уже никакие санкции, экономические отключения от СВИФТа на него не подействуют? Посмотрим. Есть вероятность того, что это будет так. Не дай боже. Но в любом случае, на этой оптимистической ноте мы хотели бы вас поблагодарить, Юрий Алексеевич. Спасибо вам большое за ваше время, за ваши ответы. Зрителям мы попросим написать конструктивные вопросы под этим видео и встретимся уже совсем скоро, уже вот буквально через время. Спасибо большое, Юр. Желаю вам хорошего настроения, друзья. Все хорошо. Да, и почаще обнимайте любимых. Пока.